и разместиться и результаты и впечатления от этой игры ну а я перехожу к составам играющих сегодня команд и начнем с гостей в воротах Сергея все турниры в которых участвовал за исключением королевского испанского кубка Зидан приходит в центральную линию ищет кому отдать Зидан получает мяч Зидан совершенно свободен под правой ногой мяч играет нафигасно и неизвестно еще кто лучше снова с мячом Реал Зидан Роберто Карлос встречает его Евсеев с Зиданом здесь Мунгуни ну-ка покажи ему Мунгуни Зидану лицевой подача головой выносит мяч и судья уже такой пас боковым флажком своим сделал то есть если что наверное готов был бы его поднять но мяч у Реала что поделать это один из самых быстрых игроков мира и как говорят самый главный претендент в этом году до рождения если верить не всегда точным африканским календарям Рауль, Зидан пас на фигу у него очень удобно фигу было сразу пробить или даже сделать передачу Рональд опаснейший момент матч вполне официальный ну а Вадим Евсеев получил желтую карточку и следующий матч он таким образом пропустит а в сезоне появятся фигуры какие-то способные заменить Евсеева на его позиции Ликхет играет здорово перехватывает мяч Лоськов Роберто Карлс и мяч Евсеев таким пока не считается но нашему защитнику есть что противопоставить Роберто Карлс вот еще одна передача Штрей подстроился мог бы поточнее удар нанести а так получилось в общем прекрасно все правильно располагаются так или иначе участвуют в обороне и не могут все четверо солировать в каждом матче поэтому те кто допустим ожидает этого всегда от Рональда и всегда от Зидана Еро левает мяч на Зидана Мангуни успевает его встретить надо, надо Мангуни помогать обороне надо активнее действовать потому что атаковать вот пас на Ликхета чуть-чуть поаккуратнее чуть-чуть самую малость еще чуть-чуть и пойдет Роберто Карлс Зидан зажегся, зажегся стадион не нужно стараться отобрать в них мяч много двигается не сдается Овчинников поставил сумку чтобы избежать сильного прострела опасный момент Зидан разводит руками Овчинников потому что и вы знаете одна всего лишь ошибка закралась и уже получилась вот вдова Кличко накануне с боя с Леноксом Льюисом конечно это оговорка не очень плодотворная но пока не начался бой шанс на Рыду есть у всех Зидан Альда Зидан как он контролирует мяч по-моему в руку он попал в конце концов ну это случайность пластикодвижений Зидан Роберто Карлос подача к тому настолько много причин что их и на перечисление это Зидан и в 15-летнем возрасте изнизить каталогию Реал купил на него права вот отдавал в аренду постоянно он долгое время был в второй команде в последних двух играх по голу тоже воспитанник Реала а сейчас в Гой в общем самое потрясающее что даже по голевым моментам именно моментом не ударом опасным по воротам Юрий Семин обратил внимание на то что не хватало ему точности в завершающей стадии атак в общем отработал спасибо теперь в бой идет вставы играющих команд уже в турнире никакой не приняли сейчас мадридский Реал в воротах хикер Кассилье с номером вместо него вышел Флавио Концлисау номер 16 и Гуантияго Бернабео против Реала Гути с мячом левый фланг совершенно свободен у Реала Роберто Карл заполняет свободную зону Альясо Зидан совершенно свободен пас и Нижегородов принимает мяч за этими воротами которые сейчас у нас справа ох какой удар радикально настроенные болельщики Реала так называемая группа ультра-сур или ультра-сур несколько лет назад они в ворота уронили на студении Сантьяго Бернабео тогда долго-долго не начинался полуфинальный матч ворота кстати и сейчас в какой-то степени крепится к той самой сетке которая огораживает сектор болельщиков но говорят укрепились с тех пор во всяком случае не падали Зидан снова пас на Гути Гути левый и фигу контратак очень опасная на лево фланге Зидан Роберто Карлс как бы на грудь мяч прилетел совсем другое было бы дело Зидан не втягиваться не увлечить новое лицо хорошо играет вот подбирает сейчас мяч Мангуни Пашинин его кстати почти полный негатив помните какой удар по голове получил Маминов в золотом матче ногой от партнера когда выносили они совместными усилиями сил хватило Зидан и побеждать надо обязательно и совсем иная ставка в этой игре опасно по своим воротам бьет наш защитник выгадывает себе пространство для передачи и моментально тут же ее делал потому что мяч не пихот игрового тонуса игрового состояния сил не хватает распределяется не на автопилоте а игра слабая пока не похоже чтобы кто-то из них собирался выйти на поле все он выжидает а пока Зидан обыгрывает Евсеева Монгони и это не продолжение темы Пименова и Бузникина это просто был Лешфигу Роберто Карлос слева мяч под левой ногой может бить забрасывает мяч на гуси удар заметьте какие атаки вот Зидан Роберто Карлос иногда и уступают но это уж в одной этой игре и то и другое сделать нельзя сегодня пока вы не знаете Локомотив 2 на Бернабеу где ты Монгуни Монгуни с Раулем это подача куда надо подача Рауль удар а вы а Ера ты ведь на поле не вернулся по-моему и 3 минуты до конца 3 плюс то что добавит Грэм Барбер Зидан идет в штрафную Ласьков Мариентес в штрафной площадке опасно Зидан Зидан укрывал мяч добавлены вы видели? я нет я только на поле сейчас 3 минуты добавлен отлично отлично Зидан фигу там еще кто-то забывает нас это уже не очень все интересует Зидан ну ребята две два два два